И сразу давайте с вами порассуждаем. В последнее время тенденция мировая в психологии и вообще существует о том, что нужно любить себя. Вот ты любишь себя, уважаешь, ценишь себя. Это вопрос без подвоха. Я, наверное, где-то да, где-то нет. Ну, тебе нужно еще поработать над собой, все-таки важно любить себя, хотя, с другой стороны, и перебарщивать тоже стоит. Вот, например, для меня это уже перебор. Что именно? Девушка из Индии настолько любит себя, что она решила выйти замуж за себя. За себя. Как по мне, так это странно. 11 июня уже в ближайшее время... Ну, может быть, нарциссизм, с другой стороны, это самый любимый человек в ее мире. Как оно? 24-летняя Кшабы уже подготовилась к свадьбе, уже куплено платье. Ну и самое главное, что все распланировано. Мне понравилось больше всего в этой истории, что ее поддержали ее родители. И удивительно, но в индийском языке уже существует даже специальное слово, которое этот брак самого себя на себе... Как это звучит даже? Характеризует. Называется это Саланагамье. Звучит как заболевание. Ну, возможно. Но меня больше всего поразило в том, что и будет даже свадебное путешествие. Она туда поедет, конечно же, с любимым человеком. С любимым человеком, с собой. Не, есть еще один положительный момент. Так. Свекровь все та же. Кстати, да, любимая мамочка. Любимая мамочка. Можно не переименовывать, да? То есть там стала еще одна женщина твоей мамой, а тут тебе... Ну вот, надо просто понимать, насколько женщина, девушка это подходит с юмором. Может быть, это просто фан. А представляешь, при разводе, при разводе дележка. Забирай свои вещи и проваливай. Ну вот, о ревности, понимаешь? А все проявления вот этих вот... А подарки? Ну, подарки, кстати, вот не проблема. Я через раз дарю себе любимое что-нибудь очень даже приятненькое. Все уже продолжим. Может, кстати, и замуж за себя скоро выйду. Ну, об этом чуть позже. Значит, следующая история к нам прилетела из Англии. Об адство Уитби. Там недавно собрались все ближайшие вампиры, которых только можно было найти. Вообще, планировалось 1897 вампиров собрать, но собралось только 1369. Все это в честь 125-летней годовщины романа Брэма Скоттера «Дракула». Ребята пытались таким образом не просто день рождения отпраздновать, ну, юбилейную дату, но еще и попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Им это удалось, даже несмотря на то, что пришло чуть меньше людей, чем они планировали. Самое главное, если вы собирались на этот праздник, либо собираетесь в следующем году, праздная, то не забудьте зубы, плащ, ну и сделать какой-нибудь классный макияж. Это такие сборища докторов Стрэндж. Ну вот, если честно, днем эти фотографии выглядят довольно мило, а вот ночью я бы не хотелось остаться с ними. А вдруг там один из вот этого количества настоящий. Не хотелось бы. А то присосался, так присосался. Ну, с другой стороны, мне кажется, что это очень классная такая, знаешь, национальная традиция. Ну вот, было бы здорово, мне кажется, если бы на Урале собирались, отмечали какие-нибудь сказы Бажова, Синюшкин колодец, ну вот что-нибудь такое. Что? Ну просто, мне кажется, во многих дворах Синюшкин колодец бывает. Ладно. Ну, я не об этом. Следующая история для тех, кто вот, я думаю, сейчас кайфанет, особенно для тех, кто прямо сейчас завтракает. Если вы не знаете, как порадовать себя любимых, либо, может быть, своих детей, присмотритесь. Мелочь пузатая. Это разновидных смультфильмов, которые взяла Сана, девушка из Японии, для воображения и для вдохновения. Она делает не только завтраки, кстати, и обеды, и ужины, но все это преображает в такую необычную милоту. Вот супчик с собачкой, которая принимает в ванну, мне кажется, что это, ну, что-то мили... Я бы хотела бы. Такое даже есть, да, пробовать-то жалко. Ну, вот я знаю, что у многих родителей возникают проблемы с тем, чтобы накормить своих детей, особенно накормить правильной едой, например, овощами, ну, или каким-то... Теперь ты подарила другую тему, проблему, чтобы вот родители поняли, как вот это все делать. Ну, если вы зададитесь, мне кажется, таким вопросом, ну, посмотри. Да красиво, красиво, честно, красиво. Очень, по-моему, классно. Ты просто не представляешь, сколько времени уходит на каждодневную готовку, а тут еще нужно красиво все это сделать. Обязательно рубрика «Было-стало» или «Как надо» и «Как получилось». Ну, вот смотри, там вот только что было одеяльце из омлета. Как мало все-таки нам нужно, да, чтобы вот это умиление внутри нас зародилось. В общем, а всем, кто сейчас завтракает, приятного аппетита, ну, а мы движемся дальше.